всем привет сегодняшний эфир у нас посвящен моделированию будем моделировать гелем soft daisy это голубенький наш цветной гель который не требует дальнейшего покрытия поэтому это быстро это качественно это очень круто расскажу как раз все плюсы вложим минусов тут действительно нет это реально очень крутым гель буду делать на себе и сделаем какой-нибудь красивый пока еще осенний дизайн из новых декораций всех рада видеть переворачиваю камеру и поехали поехали работать я давно себе уже на себе ничего не делала поэтому вот красота так потолок переворачиваем два раза жало то по-любому что это же я могу кто не знает хотя я сомневаюсь я думаю что все знают у нас есть три оттенка цветных гели у меня сейчас в руках гель голубой очень красивый голубой я должен выкладывать вы поймете что у меня на руках у меня на руках кроме того что у меня красила вчера ребенок я сейчас до эфира вам тут кое-что пыталась попробовать перчаточку вытру ребенок не накрасил ноготочек лаком поэтому это теперь не стирается почему-то хотя лак детский вот но не страшно сейчас будем укорачивать здесь у меня гелевые типсы овал буду укорачивать убирать длину и будем моделировать ноготочки гелем я ничего не делала вообще ничего не делать для того чтобы вам все это показать и рассказать смотрите у меня сложные ногти мои и не всегда гелевые типсы можно нормально подобрать мне потому что не сильный грифоз ногтей вот к чему это к тому что вот мне добрый день привет 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 мариночка у меня проблема в чем сейчас подождите выставлю грифозные ноготочки ему устанавливаем сейчас я выключу он слышно был мы устанавливаем типсу и видите мне все много клюет вниз очень сильно поэтому поднимать его не буду акригелем у меня на то времени сейчас поэтому буду просто укорачивать тем самым немного поднимется у нас боковая параллель то есть будет много параллельно практически боковой оси мы сейчас вот это вот таким образом все выпилим вот у меня немного отросло и вот эти все моменты мои грубо говоря косячные да они вылезли до с моим ноготочком если у ваших ледовли у вас ногти нормальные обычные не такие закрученные замудренные как у меня тогда вообще проблем не будет наращивание на гелевые типсы больше скажу это настолько крутая технология вот честно скажу почему потому что первых это быстро во вторых это намертво вот чтобы вы понимали это намертво я у меня будет еще один эфир сегодня я отодрал на это руки на этом пальце сама покрытие это было очень сложно сделать потому что действительно мы же делаем на базу но я делаю на максимум можно на файбер и это очень крепко и это очень тяжело отдирается и так делаем коррекцию и я постоянно буду говорить только сегодня нарастила на них огонь да вообще реально огневые ногти получать тем более длину большую делать и так далее давайте немного про технику да я расскажу про свою ставим почти на максимальные обороты на полностью ставить не нужно потому что таким образом можете сломать свой аппарат давайте я сделаю так чтобы и не было удобно и вам было видно в первую очередь убираем длину но я буду убирать до того момента пока мой ноготь не будет висеть вот я вижу что он не висит об да ну мы немного бока поднимем все убрали длину смотрите гелевые типсы воняет пластиком мне многие пишут почему они воняют пластиком потому что они из пластика в принципе да вы должны это понимать вот и это нормально все убираем мы то что сверху у меня сверху лежит монофас потому что мне нужно было добиться прозрачных ногтей красоту сына моего который нарисовал все это все мы выпиливаем причем смотрите как быстро делается коррекция на гелевые типсы просто раз два и все наращивала я на гелевые типсы сейчас я вот это все вот эти моменты сейчас покажу еще как убрать да наращивала я делала на гелевые типсы на двух руках я потратила чуть больше часа поэтому это еще и быстро смотрите я снимаю быстро не так как вас учат не как я учу своих учениц да потому что 14 лет за плечами и на это сейчас время терять не хочется на свой час с вами и хочется чтобы это было продуктивно и запрос можете написать от слой практически не тут практически нет это я делала очень быстро мне нужно было на мероприятие поэтому можно сказать вот на отшибе сделала и получилось очень круто если у вас есть тут какие-то моменты которые не выпиливаются я люблю это выпиливать занятия вот такой фрезой алмазный очень удобно сняли надели поработали если есть необходимость и точечно можно проработать все какие-то такие косяки там например и где-то эти база вылезла где-то там что когда грязь забилась все но ноготь у нас не будет прозрачный это как бы тоже неправильно и опиливаем форму опиливаем форму овал пилочка у нас лежит строго под ногтем не сверху таким образом да потому что мы так просто стенки спилим и некрасиво мы делаем овал не миндалинки наверно будет овал у нас уж потом я хочу длинный длинный сделать я скорее всего буду снимать и заново наращивать видите ноготочку подняли все то есть если у вас клиент с грифозом но если он не сильно с не сильный большой процент опущения свободного края то тогда вы можете просто укоротить ногтевую пластину свободный край точнее укоротите длину свободного края и спокойно вы поднимите таким образом свободный край но тут очень важно понимать конечно как опиливать а пил это одна из важнейших частей вообще работы мастера важно то есть от того как вы опилить и будет зависеть не только красота да не только внешний вид но еще и носкость сейчас немного зашла в рост но мне там надо было кое-что убрать сейчас я посмотрю быстренько я так не вижу все виде ноготочек поднялся поднялся берем потом подумать о чем параллель мы нашу придержались наши правил всех архитектуру то есть если провести на боковую параллель то ногти ноготочек видно даже то свободный край не висит то есть это все можно делать и вот как круто наращивать делать коррекцию на гелевые тимсы я прям ждала этот момент потому что я их сделала наращивание и коррекцию еще не делала но это прям круто хочу сказать вот ваша поверхность и поехали отодвигаем и отрезаем кутику щеточкой работаем постоянно почему потому что щеточка нам очень хорошо помогает как раз таки чище сделать все то есть пыли вот быть не должно можно поднимать апельсиновой палочкой если поднимать апельсиновой палочкой прокручиваете его таким образом тогда у вас карманы будут более глубокие более чистые плюс это конечно безопасно можно взять его металлический пушер кто чем работает тут по факту я вам так могу сказать я уже сто раз говорила я мастер который который за индивидуальный подход каждому клиенту абсолютно потому что есть клиенты которым ты не подойдешь таким есть клиенты которым только таким пушером можно полноценно поднять карман да я из тех людей которые можно поднимать карман абсолютно разными способами смотрите тут какая у нас глубина кармана то есть я можно прям спокойно даже что-то хранить типа заначки очень очень удобно так сейчас я камера немного в пыли нет вот поэтому начинаем мы обрабатывать нашу аппаратом каким образом мы поднимаем кутикулу и вот эти у меня такая фреза снова и я сейчас вам покажу как она выглядит тоже самое люблю фрезу пламя 2,2 ну во-первых у меня видит карман огромный поэтому сюда 18 в холостую гонять поэтому берем 2,2 новая фреза а есть меньше размер 18 ну чтобы вы понимали да разницу и вот есть клиент опять-таки это тот самый индивидуальный подход когда мы берем на одного клиента вот такую фрезу на другого клиента такую фрезу на 3 клиента вообще можем взять вот такую фрезу на 5 таки это не фреза для вычищения это фреза больше для отодвигания кутикулы у меня есть очень много клиентов которые были да я сейчас не налипшая кутикула и вот с налипшей кутикулы лучше всего работать безопасно фрезу поднимать идеально плюс вычищать триги и плюс это безболезненно и безопасно для клиента и клиенты после других мастеров когда вот испытывают эти болевые небольшие болевые ощущения до после поднятия налипшей до когда их отодвигают это неприятно все равно чаще всего они потом прям кайфуют от этой безопасной фрезы потому что так нежно-нежно поглаживает если у вас большой опыт и вы конечно очень хорошо владеете алмазной фрезой спокойно можно делать это и алмазом синусы наши любимые самые вредные там очень много нервных окончаний плюс синусы почему нам тяжелее всего прочищать потому что там больше всего натяжение кожи то есть если у нас здесь натяжение небольшое здесь в синусах очень сильно натягивается кожа поэтому это и не может быть немного неприятно не могу сказать что это болезненно но это неприятно для клиента вот и опасно потому что за счет этого натяжением быстрее может пройти прийти трамп быстрее может произвести травматизация плюс очень много капилляров то есть любое неправильное движение и может закончится это остановка в этом кровотечении которое очень тяжело бывает остановить у некоторых клиентов все включаем и прорабатываем прорабатываем правую сторону открыли посмотрели здесь еще что убрать убирать не фанатите по этой теме жестко вот очень часто это прям надели получается небезопасный и очень долгий маникюр когда мы идем на курсы конечно нас учат очень долго вычищать это все было идеально обязательно вам на курсы в обретении на курс скажет ой там осталось ничего страшного иди домой нет вас естественно должны научить делать делать все идеально но дома уже вы должны понимать на чего вы тратите очень много времени потому что можно вычищать годами там все просто вот так пройдет 15 лет а вы до сих пор 3 не там ищите да то есть без фанатизма прочистили потом обрежьте кутикулу посмотрите если что-то торчит что-то вам не нравится доработайте просто фрезой и все а очень часто застревать и пытаясь достать этот триги уже в хлам разорвали кутикулу обтриги все же не убирается ну потому что скорее всего неправильно выбрали абразивность или саму призу а второй момент вы неправильно проводите эти движения да получается ерзать по одному месту как бы мне вам показать срез вот вот сейчас подлезу все все вот такой ёжик у вас должен получиться по итогу, если вы срезали кутику вот таким ёжиком, значит вы все сделали правильно вот что мы тут делаем вот в этой части, я люблю смачивать кисть в обезжиривателе или в антисептике ой кисть, щетку, все, слова теряют смысл, да и вот таким образом прочищаю и смотрю что там есть у нас какие-то моменты, которые нужно вычистить или срезать, есть да тут чуть-чуть, вот здесь нас синус немного грязненький и с другой стороны опять таки, если это не мешает жизни вашей, да, то без фанатизма, пожалуйста, потому что можно тогда вырезать до локтей какая-либо, до локтей мы не делаем, до лопаток кто-то умудряется что можно все действительно хранить, старые вещи плюс лишними движениями мы еще больше повреждаем кутикулу, это во-первых плохо, во-вторых это, ну кроме того, что это небезопасно для клиента, во-вторых это опять-таки вы будете постоянно делать это уже работа все, не зацикливаемся, вопросы есть, пишите обезжириваем очень хорошо, особенно под кутикульное пространство, так мы хорошо прошлись, это у нас профилактика от слой вот, наносить я себе nail prep не буду, потому что у меня так очень сухие руки, очень сухая кожа вокруг ногтя, поэтому ничего я сюда наносить не буду, в принципе видите, да, очень чистый, красивенький срез можно даже надеть макролинзу, показать вам макролинзой вот эту кожу вокруг мы обязательно проработаем еще потом шариком я беру просто ультрабонд, очень часто даже работаю без ультрабонда, почему? потому что, опять-таки, у меня очень сухие ногти и у меня сцепкость вообще, в принципе, хорошая будет просто базу наношу, единственная база классическая эми, она шикарная она шикарная, обязательно с мяска убирайте, чтобы гель не потек, потому что я сейчас накачала от души так, на какой скорости вы работаете с пламенем? смотрите, ребятки, чем больше, чем больше диаметр фрезы, тем, чем больше диаметр фрезы, тем меньше оборотов то есть, если вы новичок, то это еще от опыта зависит, то есть я, как бы это жестко сейчас не звучало, очень часто работаю на 15 тысячах и могу даже на еще больших оборотах работать, если кутикула позволяет если вы новичок, не сильно хорошо владеете, не сильно такой виртуоз в плане владения аппаратом, то это 8, ну максимум 10 тысяч оборотов здесь 8, 8 тысяч оборотов, то есть вы, если у вас вот это колесико, да, если у вас не циферки, колесико, вы должны понимать, что у вас там 35 тысяч оборотов до конца мы никогда не проворачиваем, где-нибудь примерно там не до конца провернули, 30 тысяч оборотов, да то есть, если вы ставите на серединку это колесико, то у вас получается сколько? 15 тысяч оборотов то есть чуть-чуть меньше, да, то есть я вообще в целом делю вот этот кружочек наш на 4 части и получается 15, 30, 45, ой, 15, ё-моё, сейчас я вам расскажу, 7,5, 15, 20 там получается с копейками, короче, и 30, да, ну 30, 35 насчитала называется, это просто я не подготовилась, вот, поэтому по факту 22 получается с половиной, вот, 22 с половиной, ну 22 и 30 оборотов ну, это как, так грубо говоря, вот, и всё, в принципе всё и можете уже просто на серединку, напополам мы не ставим это колесико я взяла базу, жидкую, обычную, классическую базу Эми втирающими движениями наносим, прям втираем вот таким образом сейчас на архитектуру мы даже сильно не обращаем внимания, вот, если вот момент вот этот мне не нравится, да я не пойму, это просто там что-то не то или всё-таки я неправильно спилила, но сейчас мы будем выкладывать гель и посмотрим ещё один очень важный момент, если вы не опытный мастер ещё, пожалуйста, не обрезайте кутикулу до того, как вы опилили гель вот, смотрите, я это сделала, почему? потому что я, в принципе, не касаюсь кутикулы, я выкладываю гель хорошо и у меня практически там минимальный опил если вы ещё не умеете красиво выкладывать гель быстро то, пожалуйста, не обрезайте кутикулу, потому что идёт дополнительная травматизация подняли, забафили поверхность, убрали пыль антисептиком нанесли nail prep, если нужно, ультрабонд поработали, нанесли гель, вот я сейчас буду с культурным гелем выравнивать поверхность опилили, после этого забафили поверхность и начинаете обрезать кутикулу тогда у вас не будет травматизации, но если вы умеете нормально работать как бы с опилом, да, и не чухаете по мясу то и у вас не сильно чувствительный клиент, то можно делать так, как делаю сейчас я мне это просто так удобно я что-то сначала не подумала сделала как привыкла, грубо говоря берём гель ещё раз показываю, у меня гель soft dice гель, это новые цветные гели от эми в чём кайф, в том, что мы сейчас выкладываем гель и у нас не будет цветника у нас будет просто гель цветник вы можете добавить я имею ввиду гель-лак добрый день, здравствуйте, здравствуйте с кем не поздоровалась, кто мне писал я скорее всего не заметила, потому что работаешь когда, ну, прям комментарии не всегда получается читать и частица комментариев я ещё не нашла хотя, думаю, надо, наверное деток поднапрягать немного ну, будем платить, что ли, не знаю ну, надо, короче, найти выход кстати, сейчас тоже не по правилам выкладываю, потому что под камеры немного неудобно поэтому выкладываю, как вижу, по крайней мере чтоб не читали комментарии тогда вы можете много-много комментариев писать тут главное даже не вот эта выкладка, да, главное когда мы переворачиваем ноготь, выровнять архитектуру сейчас я уберу всё лишнее и плюс я никогда особо не парюсь по поводу выкладки потому что я тот мастер, который любит опиливать напишите, кто любит опиливать поверхности вот, кто любит, кому не нравится просто выложил и пошёл для меня идеальное покрытие это после опила только, даже если ты идеально выложил без опила техника в технике без опила всё равно я буду опиливать потому что я понимаю, что вот если я опилю, всё и вот моя душа спокойно значит, всё красиво, всё будет шикарно без опила я не могу работать, честно я опилю вот Евгения из нашей банды но если вы не опиливаете это тоже нормально просто, ну я вот вообще вот моделирование с опилом я тоже, я обожаю потому что то, как гель сам лёг это классно тем более у нас в Эмме гели вообще ну это, честно шедевральные гели у меня очень много подруг-блогеров которые попробовав этот гель они в шоке от того, как быстро он самомоделируется самовыравнивается это кайф вообще но всё равно надо попилить немного там убрали там убрали всё, вообще идеалити да вот так мнения нет я так ходить не буду, конечно поэтому переворачиваем на прикус, в принципе, выставим сушим сушим две минуты пока я сушу две минуты я очень хочу от вас почитать вопросики если они есть вот так я положу смотрите, печёт, но не сильно почему мне печёт сильно? потому что я ухандокала полностью всю свою ногтевую пластину как обычный любой мастер который не просто мастер ещё и блогер поэтому у меня тут с ногтями вообще беда я думала взять вот этих вот красотунчиков тем более вот эти вот мне так нравится а может даже вот это ну то есть посмотрим что мы сейчас будем делать что-то хочется что-то хочется осеннее ещё хотела слова какие-то прибавить хотя вообще ещё зиму не знаю вот такой вот новогодний каждый вопрос от вас новогодний ну пока ещё вот нет такого настроения понимаете хотя надо уже вам мастер-классы показывать но ещё настроение-то не то поэтому можно стемпинг кстати вот я сейчас смотрю на пластину и вот можно вот к этому давай ещё раз да стемпинг ещё замутить знаете ну это классный дизайн я его делала для дайджеста сейчас покажу но я его уже повторять не хочу я мастер-класс уже по нему сняла ну он классный дизайн получился как раз вот во всю тему хорошо втюрился этот дизайн сейчас если я быстро найду а кстати можно вот этих штучек ещё добавить да можно кстати но ничего не хочется давайте стемпинг сейчас попробуем что-нибудь со стемпингом просто же говорю это я сейчас и мастер-класс сделала буду озвучивать вот смотрите вот это нежнятинка вот она видите вот тут у нас получается я когда пластину взяла оно для меня как на дерево похоже когда вот дерево режут такого тему получается интересно потом думаю ну вот сделать вот такое опять но блин опять повторяться не хочется ну мы сейчас посмотрим ладно что можно сделать в принципе вот зайку тоже очень кстати зайка здесь мохнатенькая вот это уже я делала просто поэтому вот этот типсик это здесь у нас присыпочка я просто еще вот эти вот ну сейчас кучу ладно посмотрим вариантов в принципе может быть много таких ну еще хочется все равно осени немного еще сушим и подумаем как можно совместить со стемпингом можно поталь добавить немного поталь наверное поталь больше добавила даже серебристую чем да я наверное добавлю по серединке поталь а сверху вот так и сделаю извините сегодня без темпинга поталь лежит красивая серебристая думаю надо ее добавить и как раз таки вот веточки хочется сделать по минимуму чтоб немного было если хотите сейчас я закончу с ногтем и могу показать вам что-то со стемпингом напишите если да то я вам на типсике покажу что-то со стемпингом мне кажется все просохло будем надеяться как говорится все осталось немного опилить всегда опиливайте когда смотрите если у вас длина ногтей очень важно при работе с цветными гелями смотрите покажу да видите очень прозрачный получается свободный край не свободный даже торец свободного края вот конечно да все отлично торец свободного края получается прозрачный поэтому если вам нужна например двойка размер ну сделайте два и ну там чуть чуть больше двойки чтоб можно было после наращивания цветными гелями цветными базами опилить таким образом вот эту тонюсенькую штучку убирайте да у вас получается достаточно хорошая на торце я говорю сейчас о торцах о боковых стенках у вас получается хорошая толщина не маленькая у вас ничего не сломается и уходит наша прозрачность а эта прозрачность у нас как бы должна уходить это нехорошо у нас остается этот прозрачный свободный край это сильно видно если у нас где-то здесь мы можем это как-то дизайном прикрыть например да вот смотрите я не опиливаю вот это тоже очень важно я делаю небольшой небольшой просто небольшой выравнивание пилочка тех мест которые мне нужно выполнить то есть это я давлю больше где-то меньше где-то просто убираю блеск и таким образом покрытие становится более идеальной формы вот сейчас я так сделаю потому что чуть неудобно мне упор нужен вот из торцов я всегда убираю большую толщину мне это не нравится убираю где апекс потому что у меня очень и так высокий свой апекс у меня вообще такие ногти арочные можно сказать свои и еще и грифозные поэтому лишнюю толщину мы убираем я здесь не должно быть именно видите я середину пилю вот но без фанатизма чтобы у нас остался цвет так как у нас будет дизайн я сильно не парюсь по этому поводу ой покажу сейчас еще один лайфхак подскажите пожалуйста какими пилками пользуюсь у меня эми эми 100 на 180 очень люблю эти пилки они очень надолго хватает а я сейчас понимаю вы начнете говорить про безопасность и все остальное но их можно продезинфицировать и это нормально поверьте поверьте мне как человеку который в медицине уже не первый год и больше знает про стерилизацию и дезинфекцию чем многие многие люди которые не связаны с медициной лайфхак когда ноготочки высокие геля вы кладете начинаете опиливать вы можно убрать очень большое количество цвета вот да есть тем более эта коррекция а не наращивание что я делаю в таких случаях сейчас я немного попилил чтобы была проплешинка чтобы поняли как это можно сделать бафин сейчас покажу сейчас я на стол кладу чтобы забавить и вот проплешинка у нас в середине есть у нас здесь дизайн мы вообще не паримся да вот но я когда у меня такая проплешинка появляется например да из-за цветного геля так как высок большая высота и мне не хочется чтобы они были такие большие я просто беру тот же самый гель тот же самый берем кисть мы работали просто тоненько 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 промазываем этим цветом все и делаем дизайн сейчас промазывающую почему потому что мне как раз нужна липкость для потали здесь у вас там дизайн вообще не думайте об этом гель конечно густой поработать я всегда так делаю я с молочкой так делаю когда ногти высокие начинаешь опиливать немного появляются проплешинки но опять-таки это не со всеми клиентами это с некоторыми такими сложными типа меня вот сушим я возьму поталь серебра и пинцет наверное да сейчас быстренько просохнет у нас 30 секунд буквально и достаточно вот эти поталь можно пинцетом можно обычной апельсиновой использовала апельсиновой палочкой отрывать давайте используем возьму только отрываю пока откладываем в сторону мне нужно большие куски не сильно маленькие но конечно не такие большие и уже потом что я делаю очень часто просто так вот беру дисперсию забираю с ногтевой пластины если этого достаточно будет этого в принципе достаточно всегда и вот я хочу установить поталь просто на серединку смотрите смотрите прямо до слишком получается мне хочется какого-то изгиба палочка вот это все выгребаем можно не убирать а переносить вот сюда куда-то вот в такие места чтобы это было как бы вот таким вот таким образом и уже маленький кусочек сейчас оторвем мне даже на апельсиновой палочке больше нравится работать чем пинцет скажите как вы храните так аккуратно поталь смотрите я заказывала на вб поталь вот они идут вот таким образом смотрите их там пять таких листиков и каждая поталька она в своем в своем чехле грубо говоря если вы заказали потали или купили не ну например леонардо или где-то там да в таких в констоварах поталь продают пачкой да и там тоже листик вот этот он разделяет их вы можете сами сделать такие листики и туда положить то количество потали которое вам нужно например поталь взяли квадратиком да и вот просто листик склеили с одной стороны отрезали квадратиком туда положили поталь вас получается каждая поталька она будет вот так вот отдельно хранится очень очень удобно вот таким образом все я взяла лист и его дербаню потом его прикрываю просто я листик оторвала вот и я его просто прикрываю и все или кладу между вот этими листами вот он у меня единственный такой оторванный напишите мне в личку напишите мне в личку спасибо пожалуйста да напишите мне в личку в тагуи точка гетманская кто еще не знает с кем разговаривать потому что я всегда начинаю эфир вас еще нет я не люблю сильно долго ждать время терять поэтому я болтаю показываю лицо но сейчас в конце тоже покажу вы можете мне написать я могу найти артикул и скинуть и посмотрим там есть и по моему там есть и золото разные вообще цвета есть поэтому мне да тоже когда увидела мне понравилось я обычно в ленарта раньше брала или в сальгатуру ну просто там в обычных крючках товаров это все продается все сейчас мы наносим сюда слайдер топ для того слайдер топ он мне на другом столе для того чтобы приклеить наши наши наш листик я извиняюсь что топаю хожу просто у меня два стола и я вот смотрите слайдер топ тоненько наносим тоненько наносите тоненько всегда слайдер топ он дает очень большую высоту можно вообще не именно на то место которое у вас будет использоваться прямо по назначению я буду говоря 30 секунд сушим жалко что мне нет третьей руки я бы сейчас смотрите вот это потолка у меня без верха я просто беру ее и кладу между вот этими двумя все все выбрали так гель закрываю еще я хочу взять вот это тут большой большой листик и приклеить самый большой причем так так можно так и так и и сейчас смочим еще можно добавить какую-нибудь надпись. Но это я сейчас тоже посмотрю. Сейчас тоже придется. Пройдется. Подождите, увижу здесь. Какая поталь больше нравится? А тут, знаете, тут и то, и то должно быть. Тут, мне кажется, и такая поталь должна быть, и такая. Потому что сейчас вот с голубым мне нравится серебряная поталь. Вот у меня прям заходит хорошо. А если взять, например, золото, то мне больше нравится сочетать с другими оттенками. Желтым, зеленым золото я люблю сочетать. Хотя серебро тоже. То есть, мне кажется, и то, и то лучше купить. Они там, кстати, очень недорого стоят. Поэтому можно купить и использовать и то, и то. Я хочу тут надписи найти. Скажите, почему после покрытия топом на полупрозрачный гель появилась желчизна? А какой топ? Каким топом перекрывали? Потому что топ Теклос и топ Слайдер, они не дают вообще желчизну. Нужно понять, каким топом перекрывали. Вот. Напишите. Ультрашайн? Ой, Слайдер дает. Я извиняюсь. Слайдер топ дает. А вот ультрашайн и этот, ультрашайн и Теклос. Они не дают. Так, смотрите. Мы просто таким образом сейчас приклеим наш листик. Послайдер топ, увидите, как хорошо двигать. Декорации. На камеру немного вам сливается, да? Или нормально видно. К сожалению, ими и перекрывало. Ну, вообще, значит, слишком толстый слой наносили. Может такое быть, если слишком с моделированием, да? С таким конкретным. Хотя, я не знаю, честно, у меня никогда на белых оттенках вот эти два топа не давали желтизну. Слайдер топ, да, может дать. Остальные топы, честно, никогда не было. Поэтому даже, девчонки, напишите, у кого так же. Потому что, возможно, действительно была какая-то проблема. Может... Ну, вообще, лампа еще может, конечно. Смотря какая еще лампа тоже из-за света могут быть проблемы. Ну, сейчас мы у девчонок еще спросим. Смотрите, у нас тут вот эти декорации. Это 5D, но я не хочу 5D. Я хочу, чтобы было плоско. Поэтому сейчас прям наношу топ-текласс. Сушу. И хочу взять какую-нибудь надпись такую интересную. Это я одинаковые дать делаю. Черненькую. Никогда такого не было. Сейчас еще раз прочитаю сообщение. Может, я что-то не тоже читаю. Скажите, почему после покрытия топа на полупрозрачный гель появилось? Не знаю. А полупрозрачный гель это какой? Какой оттенок тоже? Напишите, пожалуйста. Такой толстый ноготь получился. Ну, где же он тут толстый? Посмотрите. Тут не толщина. Если бы вы были вначале. Вы были вначале? Или нет? Это не ноготь толстый. Это как раз-таки тот самый грифос. Когда ноготочки очень высокие. Свои по жизни. Кстати, я с него так живу. Чувак. Передумала. Сейчас еще подсушу. Да. К сожалению. Смотрите. Еще по поводу грифозных ногтей. Это на самом деле, да, самая большая проблема грифозников. Меня, да. Когда вы делаете коррекцию. Вот так как, если вы не хотите, чтобы было дальше. Можно напишу позже вам в личку? Да, конечно. Если вы... Еще раз. Тагуи точка гетманская. Если вы работаете с грифозником. И, в принципе, клиента устраивает, да, что на вид они немного кажется толстенькие, да. Хотя действительно толщины. Я видели, сколько я спиливала. А сам ноготочек, он тоненький-тоненький. Вообще свободный край. Вот. Тогда наращивание нужно делать. Не наращивание, а коррекцию нужно делать. А крегелем. И еще больше поднимать их. И еще больше выпиливать. Тогда можно сделать их чуть-чуть потоньше. Вот. Но, опять-таки, например, мне нравится, да, когда они прям... Я их вообще снимаю и наращиваю заново. Честно вам скажу. Я не люблю делать коррекции. Я люблю снимать и наращивать заново. Тогда они получаются намного лучше, чем когда я делаю коррекцию. Так. Сделать матовое или глянцевое. Оставить. Давайте матовое попробуем. Потому что глянцевое мы и так видим, да, как они выглядят. Глянцы. А в матовое мы уже не видим. Поэтому можно сделать... Хотя вообще пишите. Пока доставим матовое. Мне нравится делать матовое. Вот. Вот. Вы пишите. Есть клиенты, которые вообще любят, когда ногти висят прям. Они кайфуют. Они прям просят. Можно сделать. Сейчас тем более, знаете, мода такая пошла. Не знаю. Вы уже сталкивались с такими тенденциями, с таким трендом ногтевым. Потому что реально сейчас молодежь особенно, особенно подростки, любят, когда вот такие крюки просто, вот, которые висят. Наклейки иногда на Текласс не клеятся. Смотрите. Для того, чтобы наклейки намеку приклеились на Текласс, сушите Текласс, пожалуйста, не меньше двух минут. Если просушите три минуты, то вообще не оторвете просто. Какие шермиконы у вас только присоединились. Так, шермиконы я взяла. Это из новой коллекции. Я вам номер не подскажу. Смотрите, как они выглядят. А может, я подскажу. Сейчас я себе найду. Если есть, у меня новенькие такие. Запечатанные. Покажу вам сейчас все, что мы сделали сегодня. Давайте сейчас мы закончим. Не знаю, время останется на стемпинг или нет. Берем шарик. Помните, я вам говорила, да? Я в конце люблю брать шарик. Очень люблю брать или просто масло, или nail bomb. То есть, смотрите сами, что у вас есть, и что вам нравится. Все вам нравится больше всего работать. Так, что я возьму? Мне, честно, nail bomb нравится и масло. Вообще, без разницы. Привет, привет. Всем привет. Возьмем nail bomb. Наносим. Где я? Ой, ушла. Наносим. И Да, очень круто. И толщина сразу, видите, ушла. Чудеса. И сейчас делаем фотошоп. Эффект фотошопа. На оборотах где-то 8 тысяч. Начинаем таким образом прокручивающими движениями обрабатывать нашу кутикулу. Боковые валики. Весь палец можно вообще без проблем, если у вас много nail bomb. точечно. если у вас где-то есть какие-то проблемки, прорабатывание. Если вы хотите прям пофоткать, чтобы это было идеалити просто. если по стемпингу много вопросов, можем следующий эфир сделать по стемпингу. Проработали. Сейчас не вижу сообщения ваши. Можно чуть больше оборота, если вы чувствуете. Почему с маслом так лучше держится? Кутикула? Нет, нет. Кутикула вообще не держится ни за что. Нет, так у вас ничего нигде не облезет. Плюс вы таким образом убираете все лишнее. Смягчается все и легче убрать. Это как, знаете, с ножками. Когда полируем их, они же вообще идеальны. Да, полируем их. Но я всегда ножки тоже полировала по маслу и по специальному. Не сухому, ребят. Не сухому. Сухое масло, оно, конечно, не такой эффект. Она быстро впитывается и нет этого эффекта. Смотрите. Вот я сейчас все вытираю. Нейл-бомба. Такая штучка. Очень крутая. Если у вас ее нет, обязательно приобретите, потому что это действительно прям очень... Это что-то между маслом, что-то не между, это что-то типа масла и кутикул-ремовер. Только кутикул-ремовер очень сильно иссушает, сушит, например, да, если ногти так сухие, то Нейл-бомба это вот лучший выход, потому что он не просто размягчает кутикулу, но еще и увлажняет. Сейчас высохнет наш этот. Смотрите, что мы еще можем делать. Дополнительно, если у вас есть время и вы там работаете с моделью, да, например, я иногда беру модели для фотографий, но раньше, правда, сейчас пока у нас перед их, да, можно еще взять вот такую карандувовую фрезу или силиконовую, да, у нас силиконовая, и еще силиконовую фрезу и просто пройтись на минимальных оборотах и поубирать все, что у вас осталось, довести до блеска, на сухую уже, все. Последним этапом мы наносим масло, в нашем случае это сухое, делаем массажик, сейчас, антисепр, ой, этим обезжирителем уберу, конечно, лишний блеск, чтобы вам видно было, он, а, или сухой салфеточкой, так даже лучше, кутикула немного красная, на это не обращаем внимания, но есть причины, да, ей быть красной, я сейчас возьму макролинзу и покажу вам дизайн, и покажу вам, что у нас по итогу получился, сейчас, тихо не шевелить, тут так плохо видно, это еще такой дизайн у нас, такая чистая кутиковая, видна, да, я пытаюсь, так видно, да, теперь, как это красиво смотрится вживую, здорово получилось, спасибо, и толщину можем даже посмотреть, что на самом деле, ее тут практически нет, просто из-за грифоза, кажется, что очень-очень толстые ноготочки появились, получились, кстати, если вам кажется, что реально это толсто, то можно взять и немного, немного убрать толщину снизу, просто фрезой, просто фрез сделать чуть-чуть тоньше и визуально будет он казаться еще тоньше, грубо говоря, да, вот, смотрите, цвет, по поводу цвета, сейчас, подперед, понимаете, в пилочку в руку давать нельзя, больной женщине, по поводу цвета, еще раз, это у нас гель, гель, такой голубой, дайси, цветной гель, то есть, вы его нанесли и сократили работу свою минимум на полчаса, потому что полчаса не наносите цветник, эфир сохраните обязательно, сейчас фотографируем эту красотку, видно, да, но через макролинзу вам лучше было видно, потому что вживую там мы видим практически как через макролинзу, в каком плане, то, что нам все эти цвета, все эти оттенки хорошо видно, еще раз могу показать, и просто иногда я макролинзу устанавливаю неправильно, где я там, видите, я сильно уже приблизила, смотря на какую камеру оденете, все, ладно, посмотрели и так, буду вам фотографировать через макролинзу, так, это у нас ноготочек, еще раз, это у нас гель, которым мы его делали, сейчас, вот тут пыли налетело, сейчас буду читать, давайте сегодня без стемпинга, стемпинг сделан в следующий раз, а сегодня я поотвечаю на ваши вопросы, сейчас переворачиваю камеру, переворачиваю камеру, буду отвечать на ваши вопросы, давайте, так, по поводу, сейчас я прочитаю, здравствуйте, вот всегда вопрос от клиентов, бывает, почему такой отступ с базой от кутикулы, как им объяснить, что ее под кутикулу невозможно залить, во-первых, например, ой, что это за маска у меня включилась, какая-то я слишком темная, да, это какая-то новогодняя, давайте, новогодняя, хотя бы, смотрите, во-первых, это да, есть такая тема, людям кажется, что там типа отросло, вот хотя я вот так вот показываю много, даже могу приблизить, да, я своим клиентам раньше говорила, ребят, это наоборот круто, почему, потому что при отрастании не видно, я, например, сейчас не работаю с клиентами, но у меня есть такие люди, которые не хотят от меня уходить вообще ни в какую, и вот мне человек 5 все равно ко мне ходят периодически, мне это как бы тоже прикольно, потому что для сохранения практики, да, такой хорошей я работаю, все, я общаюсь, мне нравится, и вот для них они уже привыкли, вы разговариваете, ребят, самое важное вообще в нашей профессии это разговаривать со своими клиентами, вы должны каждый раз с ними проводить беседы, объяснять, показывать, я даже беру, у меня всегда лежат листы А4, вот, извиняюсь, и, листы А4 и ручка, я всегда им даже рисую, и они, когда я им даже архитектуру рисую, приходит ко мне клиент, говорит, ой, да не надо мои ногти поднимать, нормально и так, и я начинаю рисовать и объяснять, что понимаешь, есть 3 недели, они у тебя сломаются, сломаются кровь, и ты будешь звонить и говорить, боже мой, я тут ликопластырем обклеилась по локте, вот, что мне делать, понимаете, и чтобы вот этого не было, вы должны своим клиентам объяснять, от того, что вы им разложите архитектуру, от того, что вы им разложите состав там геля, ну, не глубоко, да, понимаешь, такой гель-база, они у вас не украдут идеи и не станут супермастерами и отобьют ваших всех клиентов, нет, но они будут понимать, что перед ними сидит профессионал, который в любом случае говорит дело, да, сейчас я, камеру, может, красивее стану, нет, это не помогает, вот, поэтому нужно разговаривать, по поводу отступа, вы клиенту сразу предлагаете, вы говорите, что ты хочешь, если ты хочешь цветной гель, или цветной базу, ты должен понимать, что есть один минус, около кутикулы, очень такой бледный, будет полупрозрачный оттенок, но, в чем плюсы того, что ты можешь отходить свои 4 недели спокойно и при отрастании, не будет сильно бросаться в глаза, то, что у тебя отросли ногти, как когда мы делаем эмалевыми покрытиями, да, обычными лаками, гель-лаками, цветниками, когда чуть-чуть отросло, ты думаешь, блин, уже видно, уже надо бежать, поэтому вы разговариваете, это вы ему предлагаете альтернативу, тогда, если ты не хочешь вот этого полупрозрачного эффекта, давай делать покрытие цветное, тогда у тебя все будет нормально, но, например, и то круто смотрится, и то круто смотрится, надо, чтобы ваш клиент понимал это все и выбирал, сам принимал решение. Эти гели, такой же консистенции, как софт пик в банке, да, да, они практически все одинаковые, да, не практически, они одинаковые, на самом деле, они по консистенции все одинаковые, по пилу они все одинаковые, они классно все пилятся, они все мягкие, быстро сама выравниваются, быстро моделируются, быстро опиливаются. Очень похоже на Soft Nude, Soft Pink, поэтому практически это тоже самое, грубо говоря, мы же Soft Pink и Soft Nude тоже колируем, это тоже по факту сколированный материал, то есть это же мы берем прозрачный гель и колируем, и колируем в такой оттенок, например, молочный, там добавляется колер белый, смешивается с другими, сейчас не буду в это сильно вникать, опять берется белая основа, белый гель, туда добавляются нюдовые оттенки, получается у нас камуфляж, просто мы такие оттенки, мы такие гели, у нас почему, да, разница у нас есть цветные гели, есть камуфлирующие гели, камуфлирующие гели, в основном у нас сейчас еще подразделение у нас такое пошло, камуфлирующие, молочные, цветные, потому что молочка сейчас пошла в моду, поэтому ее называют молочные гели. Какие еще цветные гели есть? Смотрите, у нас во имя есть Дайси. У нас есть... Переворачиваем обратно камеру. У нас есть вот этот оттенок. Еще Роуз. И есть еще фиолетовый. Я им вот недавно работала и убирала его, по-моему, в ящик. Сейчас ящик открою и покажу. Очень красивый. Три оттенка пока. Но сейчас появились базы цветные новые оттенки, но у них еще нет. Сейчас, две секунды. Их на самом деле много. Сейчас на столе быстренько. Значит, я его убрала для фотографий. Я просто очень много фотографирую, тасу туда-сюда, поэтому не всегда у меня под рукой. И у нас фиолетовый оттенок красивый. Значит, я его убрала для фотографий. Вот. Сейчас. У меня там далеко слышно, но уже по кабинетам хожу. Вот. Ладно. Я потом на это обязательно вам покажу. И есть... Вот, нашла. Ну, я откладываю просто. Не обращайте внимания. У меня, в основном, я же говорю, с клиентами не работаю. У меня весь кабинет оборудован под фото, под видео, под съемки. Показываю вам три оттенка. Это у нас голубой, который у меня на ноготочках. Видно, да? Очень красивый. Это у нас такой фиолетовый. Очень тоже красивый оттенок. И розовый. Розовый. Что-то... Вот такие три оттенка. Но многие мне писали, ой, во имя появились цветные гели. Думаю, да вы что, ребята, они появились еще сто лет назад. По факту, просто все забыли про очень крутые, очень крутые твени гели. Это же тоже цветные гели. Наши же. Подождите, это не тот оттенок. Просто у меня уже они лежат, лежат, лежат. Сейчас я размешаю, покажу. Это же цветные гели, вот такой розовенький. Просто я уже сто лет ими не пользовалась. И они лежат с блесточками. Помните их? Могу сейчас через макролинзу показать. Скрин, да, сейчас я вам покажу. Сделайте скрин. Вот у нас это твени. То есть в твени очень много таких мелких и крупных блесток. А я вам вот так все сделаю. Это то, что касается цветных новых гелей. Сделайте скриншот. Я вам положу вот так. И прочитаю, что происходит. Это хотела узнать, стрелять. И будем вместе. Вот. Я вот уже задумываюсь. Мне надо, наверное, найти вот в гадании. И внешне радио подходит. Мне это... И денег там побольше. Скриншот сделали? Все. Тогда, пупсики мои, прощаемся. Вот вам сердечко. Ноготочек красивучий. Увидимся, скорее всего, в следующую субботу. Выберем день. Вам в субботу удобно? Скорее всего, удобно. В комментариях. Короче, пожалуйста. Пожалуйста, все, кто досмотрит этот эфир до конца. В комментариях напишите, когда вам удобно было бы меня лицезреть. И я бы хотела, чтобы мы выбрали один и тот же день. Одно и то же время. Чтобы я всегда к вам выходила. И несла мир, добро, любовь. И интересные дизайны. И моделирование. И все остальное. Все. Всех люблю. Обнимаю. Пока-пока. Увидимся на следующей неделе. Увидимся на следующей неделе.